Самым масштабным культурным событием минувшей недели стал театральный фестиваль «Росатома» вокруг классики. Почти 100 часов общения, мастер-классов, обсуждений, просмотров и разборов спектаклей вместе со столичными гостями, настоящими маэстро в сфере культуры, литературы, театрального и киноискусства. Фестиваль стал главной площадкой для продуктивного диалога творческого сообщества и зрителя. Каждая из сторон за эти дни смогла значительно приблизиться друг к другу. Фестиваль завершился ток-шоу вокруг классики. О классике, театре, о довольном и не очень зрителе, о том, где пролегают границы режиссерской интерпретации, о том, что можно и нельзя, расскажет Альбина Бабкова. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Театральные постановки по произведениям классических авторов – спорная и где-то даже опасная тема. Но именно ее организаторы фестиваля сделали главной на творческом симпозиуме, проходившем всю прошлую неделю в Новоуральске. Ведь который год не стихают споры о постановках по классическим произведениям. С вовлечением в этих дискуссий режиссеров, критиков, представителей церкви, педагогов, словом, самой широкой общественности. Конечно, это сложнейшая тема именно для музыкальных театров. Для драматических тюзов это нормально. Ставят и Тургенева, и Островского, и Чехова, и так далее. А вот музыкальные театры, в основном те, которые сидят на классических произведениях опереты, и, естественно, никакого отношения к русской классике, это не имеет вообще никакого отношения. По словам организатора и креативного продюсера фестиваля Елены Колыхаловой, сейчас театр переживает кризисные моменты перестройки, которые остальное общество пережило уже несколько лет назад. В театре происходит смена эпох. То есть то, что происходило в нашей стране лет 30 назад, мы называли перестройкой, а вот в театре она только сейчас идет перестройка. И эта перестройка, она другая, она связана с приходом новой драматургии, с тем, что зритель начинает потихонечку чувствовать свои права, как покупатель некого продукта. Но она происходит сейчас, происходит тоже болезненно, и вот, собственно, ради этого мы все и собрались. И ваша публика, она тоже меняется в процессе вот общих изменений, которые, в принципе, у нас в России в театре происходят. Фестиваль этот уже второй, а значит, можно говорить о возникновении еще одной культурной традиции проекта – территория культуры Росатома. На финальном ток-шоу вокруг классики обсуждались злободневные вопросы, потребности человека, который приводит его в театр, почему зрители чувствуют себя вправе предъявлять претензии режиссерам за неожиданный результат. Аудитория на ток-шоу была разделена на профессионалов, тех, кто напрямую связан с театром, и на зрителей. И часто бывало, что мнения сторон были прямо противоположными. Кто в театре хозяин? И у нас сейчас очередной тур голосований. Сначала у профессионалов, потом у зрителей. Давайте начнем с профессионалов. Вопрос опять-таки простой, сразу скажу, опять предполагает только два ответа. Вот полное доверие режиссеру в театре – это правильно? Давайте сначала голосуют те, кто считает, что да, правильно, полное доверие режиссеру в театре. Голосуют профессионалы. Мы считаем. Двадцать семь. Прямо даже боюсь к профессиональной аудитории обращаться со второй частью вопроса. Нет, неправильно полностью доверять режиссеру в театре. Ну, то есть, это означает, что никто другой вмешиваться не имеет права. Двенадцать. Что ж у нас такое-то? Когда – так сразу в два раза больше. Как нет – так двенадцать. Ну, тоже я вам скажу, для профессионалов это довольно много. Двенадцать считают, что полностью доверять режиссеру в театре нельзя. Пройдемся по экспертам. Вот у нас здесь два режиссера, один настоящий, второй в прошлом. Михаил Борисович, полное доверие. Ну, вообще ситуация странная. Это какая-то абсурдная ситуация. Это все равно, что у пассажиров самолета, который взлетел, спрашивают, а вы доверяете пилоту? Проголосовали, нет. Нет, ну подождите, может быть, пилота можно освидетельствовать как-то, да, перед там полетом, что-то такое там? А режиссера что, нельзя? А вот это вопрос. Он же не проходит на присутствие освидетельствования. Некоторых режиссеров нужно психиатрическое освидетельствование и медицинское срочное. Ну, то есть нельзя доверять полностью? Нет, доверять или не доверять режиссеру нужно решать до того, как он пришел в театр, до того, как вы ему доверили постановку. До этого принимается решение. Если оно неправильное, за это несет ответственность директор, который его пригласил, или управление культуры, которое его пригласил. Кто-то за это должен отвечать, правильно? А по ходу дела, театр делал такое, что иногда работает, когда режиссер, всем кажется, что он сумасшедший. А потом, когда выходит спектакль, оказывается, он гениальный. Фестиваль коснулся и детей, что немаловажно. При общении их к культуре, классике, классической литературе, особенно важно сейчас, во времена гаджетов, интернета и быстротечности времени. В связи с этим нельзя не вспомнить о приезде в Новоуральск заслуженного артиста России, профессора, теле- и радиоведущего Павла Любимцева. Публика у вас очень хорошая, очень внимательная, интеллигентная. Ну, я бы сказал так, в юмористической части сдержанная. Но это, наверное, потому, что опыта слушания литературных концертов чтецких у тех зрителей, которые были сегодня в зале, немного. Потому что, скажем, ну, если говорить о школьниках в Москве, во многих школах мы работаем по многу лет, чтецы московской филармонии. Человек, читающий, мимо классики никогда не пройдет. К сожалению, читают не все. Многие не читают. И это беда большая. Вот. Ну, как она может быть преодолена, я не знаю, потому что в век тотальной компьютеризации культурный уровень катастрофически падает, хотя должно было бы быть наоборот. Программа «Что за прелесть эти сказки» была посвящена произведениям первого поэта России Александра Сергеевича Пушкина. Мистика и сказки сопровождали Пушкина на протяжении всего его творческого пути. Сказкой была его первая поэма Руслана Людмила. Другая его сказка Гаврелиада вполне могла стоить автору головы. Сказка прячется между строк гробовщика и медного всадника. Эти произведения услышали новоуральские школьники со сцены театра в исполнении Павла Любимцева. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спиц, в колеснице полетел, и царю на теме сел. Встрепился клюв в тень и взялся. И в то же время с колесницей пал на дом, охнул раз и умер он. А девица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Мне понравились эти рассказы, сказки Пушкина. Это было очень эмоционально. Мне понравились сказки, как Павел Любимцев рассказывал поэму о медном всаднике. Мне очень понравилось. Я хочу, чтобы еще почаще были такие, можно сказать, прочтения стихов. А что понравилось больше всего? Мне больше всего понравилось пояснение, что значит «Лукоморье». Для Новоурайска было большой честью принимать на своих сценических площадках столь дорогих гостей, участников фестиваля, профессиональные любительские театральные коллективы закрытых городов. Какая огромная работа проделана здесь, в Новоурайске, чтобы достойно встретить и разместить всех гостей, организовать все запланированные мероприятия, провести их на самом высоком уровне. В целом, вообще, конечно, спасибо госкорпорации «Росатома», Сергею Владимировичу Куренкову, несмотря на все сложности, перипетии экономические, он все-таки вот эти проекты, школа «Росатома», территория культуры «Росатома» и спорт «Росатома». За этим стоит огромная работа, работа профессионалов. И я в том числе благодарен, конечно, всем, кто участвовал в приеме фестиваля. Всем, вот просто всем. Вот сейчас рабочие сцены убирают, так сказать. Завтра спектакль. Все, кто организовывал, все, кто принимал, кормил, поил, экскурсии организовывал. Уральский трехимический комбинат. Гости просто довольны тем, что в таких очень комфортных условиях жили. Санаторий «Зеленый месяц», красота, так сказать. Поэтому, вы знаете, это вот уже наше такое, это просто от души низкий поклон, поскольку вот приехали гости, и мы все вместе, так сказать. Я тут по четыре часа спал, значит, в эти дни, потому что, значит, до двух часов ночи, а потом семь часов нужно вставать на работу. Они-то отсыпались, но это хорошо, они гости. Но, тем не менее, вот все вместе собрались и сделали. Уникальный проект «Фестиваль вокруг Кластики», открывший новую страницу в культурной жизни нашего города, завершен. Но культурный проект такого масштаба и с такими целями не проходит бесследно. Он способствует сохранению и приумножению культурного наследия, подогревает интерес молодежи к театральному искусству, поднимает острые и злободневные вопросы отношений театра со зрителями, укрепляет узы дружбы и сотрудничества между театрами, а главное, дает импульс для дальнейшего творчества. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Геннадий Донгузов и Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания. Новоуральская вещательная компания освещала все значимые события фестиваля и в эти дни готовит большую программу «Культурный акцент», в которой журналисты расскажут о самых интересных моментах творческого симпозиума «Росатома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова